Вот уже 76 лет, более трех четверти века прошло с того памятного дня, когда солдаты и офицеры Красной Армии в яростном штурме преодолели водную преграду и очистили станицу Славянскую от гитлеровских захватчиков. Благодарные славянцы в этот день чтут память воинов-освободителей. Кубань для немцев была чрезвычайно важна, потому что они надеялись использовать ее выгодное положение и природные богатства. Захватчики сильно укрепили берег протоки, рассчитывая удержаться на этих рубежах, но все их надежды были напрасными. Сила и мужество наших войск не знали преград. 23 марта, в день освобождения, из Старой Млад приходят на место, где проходило форсирование реки с тем, чтобы почтить память героев. Русские моциклисты – это русский клуб, это кубанский клуб, поэтому мы гордимся победой нашей, естественно, прежде всего. Гордимся участием наших славянцев-героев, поэтому нам, конечно же, приятно здесь присутствовать. Безусловно, это великий день для нашего города, для нашего района. Мы, школьники, пришли, чтобы почтить память наших дедов, наших прадедов, которые сложили головы за мирное небо над головой, за то, чтобы мы сейчас работали, учились и жили счастливо. Счастливая мирная жизнь для всех нас была завоевана нашими дедами и прадедами, которые для этого ничего не жалели. Славянская земля покрыта неувидаемой славой. Наши земляки самоотверженно и бесстрашно до последнего вздоха, до последнего патрона насмерть стояли перед натиском фашистов. Из года в год мы собираемся на том самом месте, где некогда проходило форсирование реки Протоки. Самые искренние слова прозвучали в этот день в адрес солдат Победы и их потомков. Были и поэтические строки от славянских школьников. Берегите отчизну, без нее нам не жить. Берегите ее, чтобы вечно ей быть. Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. Берегите отчизну, нет отчизны другой. После минуты молчания, которые почтили память павших героев, венки и живые цветы были возложены к подножию памятника. Затем славянцы прошли к самому берегу Протоки, чтобы быть свидетелями уже ставшей доброй традицией трогательной церемонии возложения траурного венка на воду реки. Венок, покачиваясь на темной весенней воде, плыл по течению под звуки печальной музыки. Празднование освобождения продолжилось в парке «40 лет победы» в центре города. Глава Славянского района сказал, что в этот день мы снова переживаем радость победы и скорбим по погибшим солдатам и офицерам. И сегодня мы говорим самые сердечные слова благодарности всем воинам-освободителям, всем ветеранам Великой Отечественной войны за мужество и героизм, за победу, за наше счастье жить в мире, расти детей, радоваться каждому дню. Низкий поклон труженикам тыла, которые работали на износ, на пределе человеческих сил, но восстановили, отстроили заново все, что было разрушено. От имени Славянского совета ветеранов, собравшихся, поздравил его председатель. Годы все дальше и дальше отделяют нас от тех драматических дней, но память о защитниках Родины, отдавшей свою жизнь за свободу и независимость, будет жить в наших сердцах вечно. Славянская молодежь хорошо помнит о том, какой ценой было завоевано счастье на нашей земле. Мы, молодежь Славянского района, не можем забыть эту дату, этот подвиг, эту жертву. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны мы несем почетную вахту памяти вечного огня здесь, в парке 40-летия победы. Мы благодарим за мирное небо над головой, за возможность жить дальше. Митинг завершился возложением венков и цветов к вечному огню и к памятникам героям. Это скромная дань памяти нашим воинам, которые победили считавшуюся самой сильной армию Германии и ее союзников. На праздновании освобождения были ветераны Великой Отечественной войны. Освободитель станицы Славянской Николай Федорович Тихненко помнит события марта далекого 1943 года, как будто все это было вчера. Вот как была организована переправа через протоку. Плавные средства, то есть понтоны, и разместили их вдоль берега, связали друг с друга. Нижний конец зафиксировали неподвижно, а верхний конец оттолкнули от берега. И весь этот связанный столб понтонов поплыл, и последний этот понтон приблизился к противоположному берегу. Воткнулся к берегу, и образовался мост. И по этому мосту мы двинулись. Николай Федорович освобождал Николаев, Одессу, Кишинев, Польшу и дошел до Берлина. На покоренном рейхстаге он расписался как победитель. Дали возможность осмотреть рейхстаг. Мы обошли все комнаты, посмотрели. И на стене я написал «Мы из Армавира» и фамилию его мне очень. Но мог бы написать «Мы из Славянска», так как мы освобождали из Славянска. После Великой Победы он прожил большую жизнь, окончил нефтяной институт, много работал, в том числе и в Славянском районе. Праздник освобождения продолжился на Театральной площади, где силами славянских артистов для всех собравшихся был дан концерт. Мы все прошли честь, плавя леды, погибшим славой, славой живым. Победа, победа, мы верим, мы стали победить. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует. Продолжение следует...